Каждый год остро стоит вопрос, касающийся земельных отношений. Многие граждане стоят в очередях для получения земельного участка. Кроме того, все больше земель возвращается в собственность государства. Однако выявляются и факты незаконного использования участков. Подробнее о данной теме смотрите далее. Казахстан находится на девятом месте в мире по занимаемой площади. В свою очередь в Жамбылской области 14,4 миллиона гектаров земли. А в очередной земельный участок находится 180 тысяч человек. Сейчас земли начинают выдаваться гражданам, которые пополнили список в 2006 году. Кроме того, в 2023 году в собственность государства было возвращено 400 тысяч гектаров земли. При этом 363 тысячи гектаров выделено для пастбищных угодий. Работы ведутся в области земельных отношений для улучшения показателей экономики. Более 300 миллионов средств уже пополнили бюджет благодаря работе в данном направлении. В планах возвращение еще около 70 тысяч гектаров земель. В сфере земельных отношений процесс возвращения земельных участков в собственность государства продолжается. Однако стало явным, что имеют место факты нарушения законодательства. Обнаруженные случаи неправомерного распоряжения землей выдвигают требования к более строгому контролю за нарушение законодательства в этой сфере. Задача заключается в обеспечении их законного и справедливого использования в интересах общества. Были выявлены факты незаконной выдачи земельных участков. В частности, в Байзанском районе было выявлено данное нарушение и направлено в соответствующие органы. Второе уголовное дело возбудила прокуратура города Тарас. По факту незаконного предоставления земельного участка бывший руководитель отдела земельных отношений и заводящий сектора приговорены к четырем годам лишения свободы. Земельные отношения играют ключевую роль в устойчивом развитии общества, и их эффективное управление и распределение земельных участков представляют собой неотъемлемую часть этого процесса. Оптимальное распределение земли способствует устойчивому использованию природных ресурсов, поддерживает сельское хозяйство и инфраструктурные проекты, а также создают благоприятные условия для экономического роста. Мадьяр Салыков Қанат Бақытылы, Айқынахпарат.